Привет всем стратегическим жеужикам, ну и тем, кто все еще стесняется себе признаться в том, что он стратегический жеужик. Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет, и не поверите, ФФА под пятой циве, то, что давным-давно, собственно, сделало мой канал популярным, именно со стратегии к пятой циве я и начинал когда-то. И в связи с десятилетием, собственно, этой игры, обзор я на нее сделал, не знаю сколько там, с месяц назад, наверное, и во время делания этого обзора обнаружил у себя на жестких дисках еще кучу игр в пятой циве, которые я не выкладывал. Вот, например, конкретно вот эта игра была записана, вот, я просто, сам файл называется датой записи 21 мая 2016 года, то есть больше четырех лет назад. Представляете себе? И вот я его как бы отсматривал и понял, почему я его не выложил, потому что я здесь практически ничего не комментирую, понимаете? Вот мне сейчас придется, собственно, специально для вас, я буду отсматривать, то есть тут только голосом мы общаемся друг с дружкой, я не знаю, по какой причине я... Может, я так тогда и записывал игры, я уже забыл, что я настолько мало говорил. В общем, в любом случае, это, кстати, был какой-то турнир, и это, по-моему, даже полуфинал этого турнира ффашного. Я думаю, для моих старых зрителей здесь очень много знакомых ников сейчас в партии видно. Ну, в общем, я выбрал Краффагента, понимаете, я уже не помню, из чего я его выбирал. Ну, и старт, вы знаете, ну, средненький. Вообще, для пятой ци вот это называется соляной старт, когда у тебя много ресурсов соли. И стратегический ресурс соль в пятый ресурс, который может у вас быть. По одной простой причине, что он обрабатывается постройкой шахты и будет давать еще два... Ну, это не ресурсы назвать, еще два выхлопа. То есть, построив шахту на соль, вы получите еще одно яблоко и еще одно производство. Но вот в моем случае, вот в этом месте, это не настолько крутой старт, потому что две соли находятся на пустыне. То есть, это просто, получается, пустынная клетка становится более-менее нормальной благодаря этим двум солям. И то это, ну, блин, одна еда и одно золото. И вообще, старт очень медленный, потому что сейчас у меня даже нету трех еды. У меня, мне приходится вначале обрабатывать все клетки по две еды. И, во-первых, сам город будет медленно расти, а во-вторых, я буду еще и медленно скаута строить. Не знаю, кстати, я вот сейчас вот думаю, что, возможно, стоило бы переключить вообще на производство с золотом, чтобы скаут быстрее построился, но это, честно говоря, я бы так поступил в шестой циве. Я вот не уверен, что в пятой это было бы правильно. Естественно, мне сейчас надо стремиться к тому, чтобы выкупить вот эту нижнюю клетку соли, две еды, одно производство, одно золото, и быстрее ее обработать. Это будет уже нормально. Это будет клетка на три еды, два производства и золото. И это уже можно работать. Ну и на будущее здесь Петра, конечно, нужно очень стремиться к Петре, но это не самое лучшее Петра, опять же, потому что не так много пустынных холмов. Хорошо то, что я ушел с берега. Вот, началось общение уже. Чего? Уже есть, он карфаген на воде предсказуемо. Ну и ладно. Может, наоборот, плохо, что ушел с берега туда. Карта какая? Луговая, как я понял, да? Карта говно. Я так понял. Карта, кстати, не говно, а Пангея. Петра на говнище, да. Ну, видите, у всех не очень старт, то есть у меня даже, наверное, более-менее. У меня тут типичная карфагенская пустыня. Блин, я еще сам себя буду перебивать тут иногда, извините. Карфагенская пустыня. Ну, в принципе-то, если так размышлять, то Тунис-то в пустыне в основном. Да и все там эти страны арабского полумесяца. Там только около побережья какие-то. Я, кстати, единственный, кто поставил город. Обратите внимание на первый ход. Ну, это по очкам, вы можете видеть. Вот вайпер Дима сейчас поставил. Он, а я не помню, за май он, по-моему, играет. И, судя по очкам, он не на воде поставил город. Потому что, видите, у него больше очков. В пятой циве... Я, кстати, не помню, как в шестой. Это, кстати, в шестой не так важно почему-то стало. Лигу поставил тоже город. Ну, это серьезно? Никто на море не будет составлять конкуренцию? Лигу у нас за Голландию. Займись этим. Вернись и составь. Будь мужиком. Там совсем луга печалька была. Ара, по-моему, за Египет, а Сириус за Сиам. Или наоборот. Ну вот, накопил я 30 монет, быстрее выкупил. Уже поприятнее будет, но старт все равно медленноватый. Так, встретил Гену. Это значит, что у меня лишнее счастье сразу появилось. Это торговый город-государство. Он... Слушайте, я реально уже позабывал. Я вот понимаю, что, по-моему, встреча торгового города-государства в пятой циве давала тебе... Если ты первым его встретишь... То есть, если тебе деньги дается, поэтому я и выкупил, собственно, клетку, 25 монет, по-моему, дали. А во-вторых, одно счастье далось. То есть, иметь торговый город-государство рядом, это очень неплохо. Ну, пока, вы знаете, территория выглядит... Ну, вот, мне интересно, что слева. Орудия не есть, вообще или нет? О, привет, Кельт. Да, привет, совсем рядом. Да, ты меня тоже нашел, да? Кельт, выноси его, иначе он тебя колясками вынесет. Значит, Кельт. Тут холмы между нами. Дим, Дим, ЗВ, это Кельт. Так что, так что, без колоколи. Для твоих бегающих колясок на пять клеток норм. А, значит, Сириус... Холмы, кстати, их нейтрализируют. Сириус за Египет, значит. То, что у Египта крутой, уникальный юнит. Боевые колесни... Господи, как они называют? Ну, мы их коляски всегда называли. Они просто на пять клеток бегают и не требуют лошадей для строительства. Кельт, ну, я думаю, все просто, ты лучше не селишь, сиделся. Ну, мне вот места эти не очень. Это уже вопрос про ины. Да, вроде есть. Преодовели, да? А, ну, видишь, да. Алло, Кельт. Да, 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 я согласен полностью. Ну, это логично, как бы это, да? Как бы к тебе там через одну клетку мне не пройти. Проблема в том, что не через одну клетку. Ну, я пока немного разведу. Животноводство. По-моему, с животноводства и в шестой циви все начинают, чтобы лошадей открыть. Ничего. Ничего нового. Ну, вообще места не очень. Вот я бы еще слева посмотрел. Ну, вот тут холмы более-менее. Да, вот здесь. Вот я сейчас показал... Слушайте, я не знаю, почему я не комментирую. Знаете, как будто я мышкой вожи, как будто я комментирую. А на самом деле голос был... Может, я не записал случайно голос комментаторский. Господи, ну, за четыре года назад был. Ладно. Вот я показал мышкой, что там, где скаут стоит, типа, город поставить. Почему? Потому что это на воде... Да это читы Сириуса. Это вот из той же оперы, что Египет ему достался. Вот это вот все. На воде, то есть можно будет морские караваны посылать из города в город. Это самые крутые караваны в пятой циве морские именно были. И я тоже до сих пор ни одной руины не увидел, не нашел. Что, Галанец, далеко-то отсюда? Более того, я даже соседа ни одного не нашел. Прилично. А, вот ты тут уже рядышком. Ну, да, я тут рядышком. Соседико тебя действительно не видно. И второй момент, что этот город у горы будет. Я думаю, у нас разного сия не будет. В пятой циве тоже горы играли важную роль, потому что только в городах у гор можно было построить обсерваторию, которая давала плюс 50% к науке. Это очень... А вот первая руинка. О, апнули с канала. Да, на клетке выше была руина. Да, специальная информация для голландцев. А ты, Кельт, куда селиться будешь? Я еще не развинулся. Ну, вот эти места... Не понял, что он мне с руинами. Вот эти места сверху мне уже нравятся. Я серьезно, вообще не вижу руин ни одной. Я просто понял, что он пошел. Я все-таки нашел одну. Слава богу. Смеряемся, у кого руин больше. Бежите, я до нашего вайкера. Я нашел одну тоже, да. И еще одну тоже. Житель? Да, нашел. Я нашел житель за один ход от того, как мой город вырос. Мне больше повезло. Вот жалко, горы не совсем к воде подходят. То есть, хотелось бы, ну, вы же понимаете, города хочется у горы ставить. О, где-то читерные чудеса у тебя. О, еще руинка. Это вот почему я поселение из шестой цивы называю руинками. Честа у них поглядывается. Вайпера ты еще кого-то нашел? Нет. Потому что в пятой цели они были руинками. Кстати, я не помню, как в прошлых тоже. Они тоже по-разному во всех. Я? Нет. Говорили, что Калеша на воде. Ах, Карфаген. Или кто-то все-таки решил конференцию составить. Не, ну, ребят, мы же договаривались перед игрой. Халецкий на воде, все остальные где хотят. Так, руинки открыли карту. Что началось там вообще? Еще две. Еще две руинки. Кстати, никого нет вообще рядом. Что-то, что-то какая-то мне тут. А вон границы города-государства я еще увидел. Надо идти. Тут за, в отличие от шестой цивы, в пятой, когда ты первый находишь город-государство, тебе дают деньги. Во-первых, опять же, это отличает. Даже если ты не первый находишь, тоже дают деньги. Но если не первый, то меньше дают. И плюс, еще этот город дает какой-то... Я вот не помню, бонус. Ну, во-вторых, все. Я с первой руины вижу. Надеюсь, ее вайпер не заберет. Не беру, конечно. Ты что, я тоже нашел? Хотя я не знаю, о какой руине идет речь. Я вижу тоже. А ты что, это какао? А над какао? А ты не нашел еще какао? Нет. Значит, я не вижу эту руину. Меня теперь смущает, что я никого не нашел из соседей. Вот это как-то меня... А там сверху что, никого нету, да? Ну, капец-то, гад. Не забрал. Ты про нее говорил все-таки? Ну, да. А я тут реально уже кучу руин нахожу. То есть реально, по-моему, никого нету просто. Ну ладно, нам ничего интересного не было. О, 90 золото дали. Ничего себе, копейщика. По-моему, каждый город государства еще должен давать какой-то... То есть вот на версии, ты встречаешь культурный город государства, тебе отсыпятся культуры. Вот знаете, я забыл, реально, вот я точно не помню. Ну, торговый город государства дал счастье. Или нет? Или это я уже реально путаю с этими... С... С... Городами государствами 6-й? Блин. Вообще офигеть. Ну, тут традицию надо брать, потому что никого рядом нету. Чуара, последующего углуболома. В 5-й циве, в отличие от 6-й, Два способа развития. Высокая и широкая империя. Текель в ближе. То есть, вполне можно было и малым количеством городов победить. Я не увидел, что мне это дало... А снизу тебя море, да? По-моему, варваров показал. Да. Я не знаю, точно полностью ли там море, но снизу точно есть море. Да, интересно. Смотрите, какая уже большая территория. Может, слева кто еще будет? Я реально не помню этой игры. Я даже не в курсе, кто победит, честно говоря. Спеца... Я специально не смотрел, чтобы... Ну, прям самому даже было интересно. И вот, как-то странно ходишь. Если я здесь уже прошел, даже здесь у меня уже нет. Так, а что, мне надо куда-то на другой конец карты бежать. Ну, Петра тут не самая прям фонтан будет, но мне ее точно надо застроить, потому что иначе у Карфагена, у столицы грустные места, получается. То есть, мне нужна... Я помню, была стратегия, типа, ты идешь в быстрый храм Артемиды, потом быстрые висячие сады, и, соответственно, Петра. Да, слушайте, что-то как-то... И это... Странно. И это очень-очень хороший буст для города, где это все было построено, в том плане, что у Карфагена есть... Я с вами вообще на одном континенте. На одном континенте. Ну, кстати, да, выглядит, как будто у меня какой-то отдельный континент. Я уже поверил себя, потому что ты все ближе к Кельт. У меня уже очень большая территория. Чего, в Кельт до леса нет? Да. На счастье. Грамотно поставил. Там есть лес. А, вот способность... Ну, светилища строят для пантеона, конечно. Пролезу, да. Способность Карфагена бесплатные... Ну, я только знаете, где это. Ничего интересного нет. Бесплатные порты, и, соответственно... Что-то интересное... Да вы меня посмотрели. А у меня... Да, ничего я не посмотрел. Я только с края. Одним глазом. Соответственно, все ваши города будут сразу соединены как бы дорогами, как будто. У меня рядом только один ГГ. И я уже в 15-ти клетках во все стороны никого еще до сих пор не нашел. Фольклор пустыни кто-то взял. Ничего в мою руину не забрал, а? Так, а кто это взял на пустыню? Походу предупредил. То есть это кто-то тоже Петру захочет построить. Не хорошо. Но Петру будет строить. А тут, наверное, все могут Петру строить. Но это плохо, что все могут Петру строить. Пустыня, да феа, пустыня и луга. Ну почему, у меня холмы. Зря рассказываю я, что там у меня. Вы тоже расскажете. То есть рабочего не будешь воровать? У меня все плохо. Ван Нилвер, это морской город-государство. Он, по-моему, просто деньги дает. Я, кстати, не обратил внимание, сколько он дал денег при встрече. Потому что таким образом вы можете понять, встретил ли его кто-то. Потому что если вы первый встречаете, как я говорил, он дает больше денег, чем когда вы второй. Блин, я не помню, может, когда вы первый 50, а второй 25. Как-то так. Не помню. Просто не помню. Так, Генуя. Генуя. Да, я в пятую циву играл на английском языке. Не успел демографию посмотреть на английском языке, потому что меня дико раздражал перевод во многих местах. Правда, и в шестой циве местами он неправильный и неполный. Так, например, в русском переводе в шестой циве невозможно посмотреть, когда заканчивается дружба. Так, ну тут все понятно. Я бы сверху города ставил. Ну, сверху от Карфагена, в принципе. В отличие от шестой цивы и при игре через традицию мы будем играть в Высокую Империю. То есть у нас будет мало городов, но с большим количеством жителей. Где? Я походил. Я родился, знаешь, где? Где Мрамор, да? Вот справа от Миди. Ну, тоже неплохой. Высокие Империи уязвимы в начале, потому что у них будет намного меньше производства, чем у широких Империй. Но, в принципе, постепенно у них аккумулируется очень мощное. Ну, и плюс я пойду явно в морскую инфраструктуру, то есть я получу это социальные политики после традиции. О, еще одна ГГшка. А что я не взял вот там слева руинку туболомом? Слушайте, кто-нибудь Ванкувер находил? Блин, такое ощущение, что это походу... Короче, ясно. Сейчас я буду развиваться, будет. Халецкий там влетает по демографии, давайте его все выносить. Все ясно. Все понятно мне. Лям, нет твоей проблемой вообще. Да что, у тебя у нулуру есть. Ну и что? Может все наладится. Праг, вот опять непосредственно, сколько дали. Ну, я думаю, что тоже я первый нашел. То есть вообще старт очень хороший. Да нормально у тебя место. Просто потому что ты можешь сеять спокойно, ничего не удержал, кстати, сильно вверх. Я родился на плоскодонке, вот это я родился, справа от слонов и ниже пшеницы на реке. Иди, ты же говоришь, ты не поешь. Отличное место. Так, то есть у нас... Как же слово джентльмена? У нас Ара ЖСиан. Ну, это вот это традиционное развитие... А, я беру аристократию. Значит, я нацелен, я хочу построить Петру обязательно. Потому что обычно берут легализм, туда дальше бесплатные... Монументы, чтобы больше культуры капало. Но я ждал аристократию, это плюс процент к производству чудес. Значит, что я хочу... Да, но я сейчас по-другому... Видите, я по-другому... Я сначала через... Я строю великую библиотеку. Но сейчас, по-моему... Хотя, что я говорю сейчас? Я уже не играл в пятую циву года два. Мета... То есть я сейчас делаю так. Я строю великую библиотеку. И с великой библиотеки, по-моему, буду брать бесплатную... Давайте хотя бы дальше, ты не идешь. Бесплатную теху. Я золото иду. Открывающую... Висящие сады, а потом своим... Или беру Петру. Потому что иначе мне... Как-то так. Я не могу поставить там, где я нахожусь, поскольку это... Но лучше... Так, ну это вот... Тут можно так делать. Было украсть рабочего... Рабочего города-государства, потом сразу мир с ним заключить. Но это желательно было делать один раз, потому что следующие все разы ухудшают отношения... Кельт со всеми абсолютно... Опасайся колясок. Какие коляски? Какие коляски? Тут он город ставит мне второй. Сказал, что не пойдет вниз, а сам? Сам пошел. Сам пошел. Ну, к этому люксу. Ну, увы, что у меня море там... Это вообще не в стиле Сириуса. Я справлю, что город поставлю. Чтоб было так, что он говорит и не делает, но это вообще не в его стиле. Блин, эту, по-моему, убили. Жалко. Так вот... Я бы на твоем месте Кельт верил всему, что Сириус говорит. Быстрее закончишь, быстрее спать пойдешь. Быстрее... Это ирония, если что. Ну, не знаю, нет. Я с ним не так много играл, но он там то, что говорил, то делал. Сказал, победю. Окей. И побеждал, да. Ну, не, ребята, это вообще как-то вообще не смешно. Реально, я уже 20 клеток в сторону от себя, а я на краю нахожусь. И никого нету. Усторий с инком повторяется. Короче, ребят, никто никого не выносит. Специально для Леши. Все купим силы. И дарите их мне, да? Так, какой я пантеон возьму? Да. Вера по одной вере от каждого ресурса соли, железа и меди. Меди, к сожалению, у меня нету. Ну, как минимум три соли, да? Вообще. От тебя где остальные игроки находятся? Вообще, я уже не помню, какие были пантеоны. Тут можно было от пастбища, кстати, было взять. Но... Так как в пятой цели... Вот справа у меня голландец пришел. И... И сям. Ну, вообще, соль еще есть какая-то. Вот я сам уйду. Так вот, так как в пятой цели другая механика веры и религии, то тут нужна именно вера, чтобы религию основать. Соответственно, я правильно взял пантеон. Вопрос еще, где железо появится. Возможно, и железа будет много. Вот неплохие еще пантеоны на серебро, например, и золото, по-моему. Но у меня маловато серебра на карте. Вот на пастбище, я еще думаю, можно было бы взять. Не знаю, как я проспал там дуболомы, честно говоря. Ну, все. Мне убили воина, которую я тут разведывал. В общем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двенадцать, двенадцать. Двадцать клеток от моих границ, от границ даже не от города, от границ, нету никаких соседей. Более того, в проходе ко мне две ГГшки стоят, Прага и Ванкувер. Вот если вот их найдет, значит, от них я где-то в пятнадцати клетках от этих городов-государств еще. Зачем я рассказываю? Найди, найди меня, мой принц. Ребята, когда играете в целую, никогда не рассказывайте, какая у вас ситуация, где вы находитесь, а вот это прочее. Я не знаю, зачем я вот это делал тогда. И пофигу. Голландцы, привет. Голландцы прям, я видел, не знаю. Где ты меня увидел? А ниже кто-то там есть, ГГшка какая-нибудь или что-то еще? А я там еще не был. Не знаю. Не, а Кельц спрашивает, ГГшка. Ну, ГГшка, прям вот с тобой. Я вот не знаю, правильно ли я, кстати, амбар строю. Мне кажется, может, надо было... Сейчас я думаю, что, может, надо было побыстрее поселенцы все-таки построить. Потому что у меня только... Ну, вообще, амбар в пятой циве покруче здание, чем в шестой. Тем более, у меня тут один амбарный ресурс есть рядом с городом. Пшеница. Ну, которая уже обрабатывается. Я готов меняться. Одных хлопок есть. Там внизу варвар есть. Там твой... Вот сам умрет, если туда пойдешь. Вообще, я бы сейчас думал, что лучше бы нам бронзворкинг, ну, в смысле, железо открыть, обработку бронзы. Просто потому что я пантеон взял на это дело. Я не знаю, зачем. А, ну да, я же в Петру иду. Конечно. Да. Я иду в Петру. Очень быстро умрет, если туда ты пойдешь. Ну, так как мне нечего делать, я вам буду песни петь. Вы извините, конечно. Слушайте, я еще четыре года... Кто-нибудь меня встретит вообще? Я уже четыре года назад песни пел. Я вам всю игру сейчас испорчу. Имейте в виду. Да, надо бы меня встретить, чтобы я больше не пел действительно. Ну, в принципе, лошадей я правильно обрабатываю. Этого на серебро. Потому что это все счастье. Соответственно, тут механика золотого века построена на счастье. Видите, у меня сейчас семь счастья. Каждый житель дает одно несчастье сверху. И каждый город четыре несчастья. Ну, так. Так кто в пятую циву не играл. И рядом со счетчиком счастья находится счетчик золотого века. Каждый ход добавляется положительное число счастья. Походу, у меня был один из трехсот тридцати пяти. А, Флоренция там была, да? Когда доберется до трехсот тридцати пяти. Ты можешь забрать у Монак рабочего или что? Ну, Деш, какая там выбежка у тебя была? Флоренция или что? Ванковером. Я куда-то отошел, видимо. Еще кто-то. В Праге, что ли, да? А ты что против? Нет. Ну, так вот. Я так понимаю, проход к Египту закрыли, да? А где ты проход ко мне нашел? Ты сказал Лигу. Не, но я так, я думаю, что ты находишься слева от Майя. Лигу там ниже Флоренции и сверху. Да, то есть Майя. Да, ну, не знаю, иначе надо сходить, встретить. Блин, ты стал там. Так вот, сейчас играют сначала, строят храм артельмины. Ходи какой-нибудь отсюда вверх, я не знаю, что ты стал лечиться около границ. Ты не самое хорошее место для тебя. Проразведан ты? Да, уходяй. Наверх. Можешь получить хоть один вход, а то увидишь, он совсем духой. Там нету варваров? Ну, справа, справа три варвара. Я тебе говорил об этом сразу. Хотя так, Меша, вверху тебя тоже варвары нахнете нападали, да? Я вот убегал от них. Ну, щас я вот... Да, 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 вот. Храм Артемиды потом... Кей, ты зачем он всяк холокостом устроил, жителям завалил? Да, это правда. Я не думаю, короче, что лучше строить сейчас... Леша, ты прагу нашел? Да. А, ну, значит, я, как я и говорил... Ну, и далеко от Праги Ванкувера кто-то есть. Ну, в общем, от Праги клеток 15 влево, и буду я. Да. Блин, я там... Походу, очень далеко ты. Я две руины не собрал. Посмотрите, две руины лежат просто рядом с Прагой не собранные. Там, наверное, уже варваров расплодилось, правда. Не, ну, это хреново, когда вот так получается, честно говоря. Мне так не нравится. Сиди, как будто один играешь. Ну, да, кстати. Я смотрю, соль в пустыне есть. Может, и в пустыне тоже есть? У меня нету ни пустыни, ни соли. Я еще город даже не поставил. Ищу все место хорошее. Ну, кстати, я бы на твоем месте там... Влево от Праги не шел, потому что у меня там два юнита уже положили варвары. Как раз около Праги где-то. Я бы сам кого-нибудь нашел, если... Это интересно, я вру или... Я дуболом помню, мне убили. Или мне реально двух. Или у меня еще один скаут был тоже там. Лег смертью храбрых. Блин, ни меток не поставить в игре, а не еще как-то обозначить. Я засвечиваю территорию, чтобы там варвары не появлялись. Видите, вот сверху пшеница стала 4 еды. Амбар добавлял некоторым ресурсам дополнительную еду, если он в радиусе города. А именно пшенице, оленям и бананам. То есть это называются амбарные ресурсы. И, соответственно, вот в 5-й циве, если у вас и были амбарные ресурсы, то амбар вообще строго обязательный. Ну и вообще это хорошее здание, потому что там еще и сохраняет необходимое количество еды для роста города. Вайпер, видимо, в расселение начал играть, судя по очкам. Третий город такнул. Вайпер за майя, да? Да. Да. Будь соперничать. А, во, я кати вижу город майя. Чеченица. До туда я дошел, а вот у майя, кстати, пантеон на пустыне. Ну, это, кстати... Все, Галаник, понял? Ко мне вообще нельзя подходить. Я ближайший сосед того чиновака, который над шибе. Все, меня не трогать ни в коем случае. Я не собирался, я же говорил, что мы тут дружочки. Ну, мало ли что ты говорил. Я тоже много чего говорю. А теперь мы дружочки, это точно. Кстати, я готов-то меняться. Хлопок, кому хлопок нужен? Есть желающие? Надо бы поменяться, было бы с голландцем. Тебе надо же, для расселения. Хоть у меня и один, всего одна соль. Я очень. Но один к одному. Я не помню, что с Великой Библиотекой в 5-й Циве дает бесплатную технологию. Ну, и бесплатную библиотеку просто, как здание в городе. Но, вообще, обычно Великую Библиотеку строили, чтобы взять колосс. Кстати, вот мне бы, в моем случае... Хотя вот не помню, что это за теха. Если мы откроем дерево технологии, я вспомню. Так, ну тут вот сейчас уже... Леша, у тебя руину тут нашел. Блин. Да, я видел, мне не дали варвары взять. Под защитой было. Ну, неправда. Я там сам что-то ступил, мог собрать их на самом деле. А что, там теперь никого нету, что ли? Да там варвары стоят, но они меня не трогают. Ну, зашибись. Ну, зашибись, да, хочу повторить. Типа, это нормальный чувак, его не трогай. Так, вот железо откроем. Интересно, много ли железа будет на территории? Потому что это тоже Вера. Вера. Конечно, мне было бы лучше пантеон на пустыню, которую Майя взял. Мне бы тут очень много веры капало. Да, вот, обработку железа. Я буду с библиотеки брать обработку железа, потому что так она 18 годов открывается. Это самый долгий... Я бы не очень хотел, чтобы город туда построил. И если я построю библиотеку, я думаю, что я раньше выйду в Петру, чем кто-либо. Я там вот слева, слева вода я город поставлю. Здесь 1 и 4 горки будет. А давай ты один поставишь под медь, а второй под этим. А я вот заберу под трех. Не понял, точно под медь. Ну вот левее... А, ну да. Я здесь ставлю. Так вот, на самом деле, еще раз повторю, это я так... И он просто левее, там Майя стольную уже. Я так думаю, что я так быстрее сделаю в этой игре. Но на самом деле в Петру самый быстрый выход это через Артемиду, висячие сады и прямой наводкой в Петру. В пятой цели. И одним городом. Играешь одним городом все это время. Иначе можно не спить. Что, сирию спроси уже коляски или нет? Там заметно, что же 20 тысяч. И ни одной коляски еще вообще не построил эту копию. Так обиженно сказал вообще тебе. Нифига себе. Сразу же меня из коляски. Да, мне жалко кельта. Он тут посила ввел сюда. Я его на один ход попадаю впереди. Науки по производству предпоследствия. Я даже не последний по армии. У кого это там вообще 19. У меня 9, у кого-то 19. Это 12 тысяч. Мелый. Это у Голландии. Чего? У меня просто это. Юниты подпитые. Что, тебе сейчас всем подселять будешь? Юниты подпитые? Ну да. О, железо прямо у меня здесь. Отлию два. Ну то нижнее, если только Петру построю, будет нормально работать. Но в принципе с железом норм. Еще железо очень важно для меня, потому что это значит, что я фрегаты смогу строить. В пятой циве фрегаты на железе. Серьез, уходи отсюда, он меня раздражает. Работают. Окей. А два ресурса железа означает, что у меня штук 8 фрегатов я смогу сделать. А это значит, что я смогу доминировать на море. Правда, никто вроде... Ну, если никто не ставил столицу на море, то скорее всего и горожане не будет селиться. Я просто хочу выше город поставить. Ну ты вот Маун Сулан поставил, я хочу ниже его поставить и правее. Это кто говорит? Про голландец. Ниже и правее. У меня как бы нету места. Я туда планировал давно поставить. Вот ты тут своим подселяешь. Но мне так вот этот какао нужно. Так я его хочу. У меня кроме хлопка больше ничего нету. У меня кроме хлопка нету. У тебя сахар есть. А у меня вот одна единица хлопка и все, и больше ничего нету. Ну и обработку железа в моем случае очень классная теха из-за колосса, из-за чудо, которое дает дополнительный торговый пункт. Я на одних этих цирках далеко не уеду. Это дебильная карта. Голландец, очень рад тебя видеть. Еее. Но только если ты дальше пойдешь, я тебе войну объявлю. А так очень рад видеть. А какая разница? Зачем тебе война со мной? Да я что-то отмороженный вообще напрочь. Эти карфагентские, блин, знаешь, болотные испарения. Думаешь, я зря говорю, копим силы? То есть от того, что ты там один? Я просто не хочу, чтобы ты мои копии царя Соломона видел. И Эльдорадо. И все остальное. Сямо, это такой город, просто кто-то есть? Сямо, кто-то есть? С тобой кто-то есть? Да? Сямо, кто-то есть? Да. С тобой кто-то есть? Так, а ниже Флоренция, да, только проход к Майя и Клюшин, да? Да, на левое идет Флоренция. Так, и беру. Ну, кто-то заражил так. Я все-таки математишь начало. Ну, математика дешевле. Что вышло ли? Посмотри. Да. Математика дешевле. Петр, что еще? Он, если один на ошибке, он может себе позволить. Он играет в один город, походу, судя по очкам. Или два, может быть. Не-не-не. Ну, посмотри, он уже вышел в Петру в рынке или нет еще. Я уже четыре города поставил. Это кто спрашивает? Тот, кто принял пантеонную пустыню, да? Да не, он меня принял, я не знаю. Не важно кто-то. Ну, я не думаю, что это имеет смысл тебе говорить тогда. Математику открыл. Я у лягушек спрашиваю, а не у тебя? Не, ну подожди. Это же тоже, ты как соперник для него. Понимаешь? Ну, ты на ошибке. И что, что я на ошибке? А если ты построишь Петру, ему лучше станет, да? Ты его сосед главный с Петрой. Конечно лучше, да. Он должен радоваться. Да. Просто плясать отчасти. Петру построили. Ну, я скорее всего раньше выйду в Петру. Но сейчас бы я, наверное, не так играл, конечно. То есть я взял висячие сады, чтобы сейчас конкретно висячие сады строить, и своим ходом буду открывать Петру. Мне так кажется, я подумал так. Раз ни у кого нету столицы на море, вряд ли кто-то будет колосс спешить построить. То есть колосс я построю когда-нибудь, да точно. Но дело в том, что эта технология дороже в науке. То есть я взял более дешевую технологию. И по-хорошему надо было велико. То есть мне вот эту технологию, где висячие сады, надо было открывать своим ходом, а с великой библиотекой брать вот эти деньги. Видите, там Петр уже висит. Ну, блин, как игралось, так игралось. Конечно, сейчас это уже все неправильно, кажется. Еще раз повторю, если вы хотите зарашить Петру, то играете одним городом. Ну, максимально его пытаете отъесть, при этом обрабатываете производственные клетки строителями, чтобы как можно было больше производства. Отъедаете для того, чтобы у вас как раз была еда, наука, потому что чем больше жителей, тем больше науки. И сначала строите Артемиду, потом висячие сады, потому что Артемиды с висячими садами, они друг на друга влияют, потому что Артемида дает еще плюс 15% к еде. А висячие сады, по-моему, сами по себе дают 6 еды, если я там ничего не путаю. И они, кстати, еще дадут, еще, по-моему, какое-то здание дадут бесплатно. Я уже вообще все забыл в пятой цели. Вот. И за счет этого вы точно в Петру раньше других выйдете и сможете ее быстрее посмотреть, потому что у вас будет больше жителей, чем у кого бы то ни было. Вот таким макаром. То есть здесь великая библиотека даже уже не нужна. Но если я все правильно помню, уж поправьте меня, кто сейчас еще до сих пор играет в пятую цифру, в целую поправьте меня, какая сейчас мета в этом плане. Ух ты. На 38 ходу. На 38 ходу прям религия. Это кто такой? Ну это майя, скорее всего, конечно же. Эй, монастыри. Майя, походу. Пустыня же. То есть это майя еще из пустыни взял, у него еще эти пирамидки и он на 38 ходу религию основал, а вы на меня агритесь. У меня голая пустыня тут. И вы хотите ему еще Петру отдать? Конечно, они хотят. Они должны даже это, мечтать об этом, чтобы я его забрал и не ты. Потому что у меня всего тут два холма. Вообще. Давайте вы отдадите Египту, у меня один оазис. Давай нет. Я хочу все-таки поиграть еще в эту игру. Я не наигрался. Да, ну короче, у нас конкретная гонка, я так понимаю, за Петру, что пустыня есть у всех. Не скажу, что прям мне она будет хороша, но если мы не заберем ее, можно не особо расстраиваться. Устроить? Думаю, да. Зачем? Против Египта. Да? И против, а для. Блин, скаута убили. Что-то я вообще-то как-то юнит очень сильно теряю. Мне очень не нравится. Мы вообще далеко друг от друга. Мне кажется, не стоило лечить. Сейчас лучника надо было прокачать. Наверное. Я проверил, кому больше урона нанесу. Но вообще вот эти два дуболома могут урон в пятой циве по-другому рассчитывается. И вот эти раненые ребята вполне могут моего лучника у контрапупить. Ну вообще тут проблемы мягкие. Я слишком много юнитов вначале потерял абсолютно бессмысленно. Я на последнем месте по воинам. Уже я на последнем? Да. Да мне только что убили варвары. Я что-то думал, что выживет. Не знаю. Что-то. Что-то не свезло. Анлаки. Моя далеко от тебя, Тулеша? Или нет? Ну, судя по всему, от голландца точно далеко. Ко мне ближе всех майя, я так понимаю. Я не нашел его еще. Я не знаю где он. Я только предполагаю, что он слева где-то. Я вот сейчас посчитаю клетки между мной границами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать клеток до чеченицы. Ну, далековато реально. Это что-то как-то карта сгенерировалась очень круто. Так, а что у меня вообще по ресурсам роскоши? Сверху у меня соль, серебро. Сверху трюфеля. Это три. Ну, вон сахар внизу еще. Правда, не факт, что я буду внизу город ставить. И что, и все. Ну, это немного ресурсов. Кстати, не так много, как хотелось бы. Что-то там народ ходит. Конечно, у меня один город, знаете, я все... Один город, четыре юнита. Всеми потыкал, и все. Кстати, даже не атаковали меня варвары в этот раз. Ну, я не уверен, что я правильно делаю, что на производство переключаю карфаген вместо того, чтобы расти. Но, с другой стороны, мне надо вот ровно у меня шесть ходов ровно висячие сады, и через шесть ходов ровно открываются деньги. То есть, висячие сады построены, висячие сады построены, и сразу начну Петру строить. Блин, нашел. Слушай, Легу, а у тебя есть чем меняться-то? Есть какие-нибудь? Я же говорю, у меня один сахар, и тут у меня начинают подселять, и говорить, что шоколад мой. Да не, я нашел, вроде, еще шоколад. Шоколад мой мой, из-за шоколада. У меня один только хлопок, и все, в столице больше ничего нет. Ну, там, в четвертом радиусе есть второй хлопок, и вообще больше ничего. Механика в пятой циве было написано, что карфаген требует трюфеля с ним. Это означает, что когда у меня будет ресурс трюфеля, трюфеля, то в карфагене увеличится прирост жителей. Даже тогда ты будешь не против, если я его заберу? Шоколад. Забираем. Забираем. Будем жить с тобой в мире. Я, правда, не помню, насколько. На мой сям, первый парень теперь. Не знаю, что на 50%. Да, там кто-то стукнул, трогого копейщика, что-то. Везде, почему? Да, судя по тому, что у меня 12 тысяч, а у первого 24 тысячи, а вы там армию особо и не строите, я так понимаю. Зачем нам армия? Я не верю, что Сириус ни на кого коляскам и не нападет. Прям вот, ну не верю. Что, места есть, сейчас Петру бахать будем. Петру бахать будет. Интересно. Не, ну я должен все-таки и раньше с великой библиотекой мне все-таки, кажется, я должен раньше всех выйти в Петру. А с висящими местами у меня еще и производство будет. Ну, как бы у меня холмы есть и уже шахты построены, соответственно. А почему я в начале хода кликаю вот так на рабочих? В пятой циве, если, например, появятся рядом варвары, то рабочий просто прекратит действие и таким образом он потеряет ход. А если я его прокликаю в начале хода, он действие не прекратит. Поэтому вот я постоянно так рабочих прокликиваю, чтобы они продолжали делать то, что делают, даже если появятся варвары. То есть там получается так, что как бы варвары типа в конце хода ходят, а не в начале как нарисовано. Ну, Флоренция, окей. Ну, я надеюсь, он мой будет, может быть, я накаплю денег у него. Ну, там какое-то чудо света сказали есть. Он просто-просто в голой пустыне. Ну, у тебя место есть сверху, Сиам? Нет. Ну, сверху. Ну, сверху. Ну, ты так в гора там и все же там. Ну, да, там ГГшка, Египет и снег. Сверху Египет? Да, вон сверху. Ну, Египет и лево. В моем старом столе. Как ты так успел полунивера заселить? Тридуально всего лишь четыре города. Сиамы тоже столько же. У народа четыре города. Ну, я вижу, сколько городов. Ну, если у них четыре города, то они никак не могут Петру построить раньше. Чем же. Чем же. Это без шансов. Бывает такое. Тут странное дело. В пятой ции каждый город увеличивал, по-моему, на десять процентов стоимость технологий. То есть, соответственно, чем больше у вас городов, тем дороже для вас технологии стоит. И соответственно, ну, просто не успевали к такому моменту, когда открывается Петра, нужно компенсировать вот этот прирост стоимости технологий, чтобы за счет большего количества городов по науке обгонять. Соответственно, в начале игры человек с одним городом вырывался по науке вперед. Но при этом еще надо понимать, что технологии, если те люди, которых вы встретили, открыли технологии, то они для вас на пять процентов дешевле становились. То есть, чем больше вы встретили людей, чем больше они открыли технологий, то тем дешевле они для вас. То есть, в некотором смысле таким образом компенсировалось отставание по технологии. Что такое? Скоро пирамиды. Баланс. Как? Ты живешь в пирамиде. Пирамиды. Месть, они вам не нужны. Вы скажите, я построю ради вас все, что хотите. Вот ты давай развивайся лучше. Раз ты там чуть ли не единственный сосед. Я в такой тут жопе. А построишь ради меня Анкарват? Тебя лишь все, что хочешь. Анкарват. Раш Анкарват. Бери его. На удивление я уже как раз в него иду. Я вообще не удивлен. Кому нужны слоники? Мне. Можешь мне кинуть. Вот этот разговор про пирамиды означает, что скорее всего Майя, Пайпер Дима и Сириус и Египет, скорее всего, пошли по воле. Потому что пирамиды могут строить только те, кто взяли социальную политику волю. Значит, у них будет больше городов. То есть, опять же, мне не стоит их опасаться в плане строительства Петры. Они не могут никак раньше меня открыть. То есть, это все... Кельт, у тебя же целый скаут был. Там банк, где есть какие-то. Где-то он снизу подошел. Какой-то реально давно уже. Ага. Вот я думаю, что мне следующее открывать после Петры. Ну, наверное... Я бы сейчас скорее открыл бы все-таки... Колосс попробовал. Хотя, чего спешите? Его точно никто не будет открывать. Я после Петры, естественно, буду строить поселенцев. Потому что я все-таки одним городом долго играть невозможно. Никак. Вообще, можно было бы еще попробовать зарашить национальный колледж. Побыстрее его открыть. Но я не помню, в какой он там техе. Вообще, по идее, тоже неплохо поставить еще и нацколледж. Потому что нацколледж можно строить только если во всех ваших городах построены библиотеки. Ну, так как у меня только один город с библиотекой. И она уже построена благодаря великой библиотеке. То, собственно, что откладывать? Я бы мог сразу нацколледж, а потом уже расселяться. И те бы города я быстро бы отъел морскими караванами. Там по восемь еды, что ли. Вход. То есть это такая рабочая стратегия. Тем более с морской нацией. Тем более с Карфагеном. Тем более на таком отшибе. Так, ну сейчас. Следующим ходом сейчас будут все возмущаться, что я висячие сады построил. Это стопудово. Просто такая красная тряпка. Но никто ничего не может сделать. Потому что я далеко. И наказать меня за то, что я не строю армию, а строю чудеса, некому. Вайпер, а как насчет дружбы там? Я за дружбу. Что декларируем? Давай, декларируем. Есть какие-то декларации по этому поводу? Хочешь, можем до арбов пока. Можем и на арбах не воевать. Давай. Ой, да поцелуйтесь вы уже. Началось тут вот это. Давай до арбов точно, а потом на арбах. Ну да, да. Получится, да? Не, ну мне тут воевать, я даже, ну как бы... Ну я не знаю, что тут делать. Ну а чё, он по центру находится. Кто это построил, интересно. Я думаю, тот кто Петру летит, нет? Майя, хватит уже строить висячие сады. Ха-ха. Ой-ой, извините, спалился. А-а-а, предложение руки и сердца. Значит, 14 промки, какие всякие сады. Чё-то, чё-то долго, 13 промки у тебя. Как-то мы так вдвоём одного решили распилить. Да, что я. А что? Насходятся или что? Там война кому-то началась? Ну, там я взял, я взял, я взял на плане. С тьямой Египет. Ну понятно. Классно у вас там. Недолго. Недолго игра. Ну как-то вы так договорились, Саш. Интересно. Можно в личку кидать, да, вот это? Нет. Чё, ну акин предложение? Он согласился, всё. Чё-нибудь так. А, предложение мы не переписываем. Да, предложение войны просто кинул, да и всё. Бедняга кельт, блин. Ну блин, кто Дим ЗВ, да? Традиционник. Между двумя были вельками. А-а-а. Еще между тремя. То есть там Сиам и Египет по воле. Наверное. Пока-пока. Наверное. Чего и слово, наверное. Ну там еще, я так понял, у кельта еще и леса не было. То есть, конечно, грустно. Но у меня есть на канале хорошее ФФА, где я за кельтов играл. Сейчас хорошо. Через волю. Найдете, можете понять, потому что там пикты это звери. Там пиктами можно очень неплохо. Раззудись плечо. Всех позахватывать. Приятная цивилизация, но там ошибся, видимо. Игрок, конечно, если у тебя в соседях волевики идти в традицию. Ты не можешь просто... Даже не в том плане, что у тебя двое нападают. Они бы не нападали вдвоем, если бы не видели, что он в традицию пошел. Потому что они пошли бы... Если бы он пошел в волю, то уже не так хочется нападать. Потому что понимаешь, что у человека будет производство и будут юниты, да еще и пикты. Там, правда, у Египта тоже хороший уникальный юнит. Эти коляскы. Эти больно бьют по коляскам. Ну вот. Эти пикты бьют. Пикты реально больно бьют. Они там... Они еще и веру дают, правда. Вот. В пятой циве покупка юнитов за веру очень дорогая. И это еще надрагирование. Сколько городов Фуккельта? Три. Три. Помоили? Еще. Пока. А я ведь и тут сижу чили вы. В общем, первая серия прошла чисто в строительстве чудес. Ну, я думаю, что Петра я тоже построил. Петра, ты не обработал себе даже ни одной лошади. Сиам и Египет воюют, видите. Майя, судя по всему, просто отстает даже по производству. Даже если бы мы вместе вышли, а это невозможно. Потому что я великую библиотеку построил. Он не мог. Мы не могли вместе выйти, и он не мог раньше меня выйти. А есть Миха у кого-то? Я бы все равно быстрее построил Петру. Срочно надо. Зато храм Артемиды кто-то. Кто храм Артемиды построил? Храм Артемиды еще дает производство стреляющим юнитам. Поэтому я думаю, что это кто-то из воюющих тоже мог построить. Это, кстати, тоже причина, почему к Петре строят через храм Артемида идти. Потому что это какой-то вариант защиты. Если вдруг все-таки на вас нападут, вы сможете быстрее какие-то стреляющие юниты построить. Ну что ж, на этом первая серия вот этого ФФА ретро сериала подходит к концу. Как так даже быстро пролетело вот это с моим комментированием целый час. Напоминаю, что спонсоры канала все серии могут прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. Для всех остальных продолжение выйдет завтра. Ну и жду ваших впечатлений от этой пятой цивы. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.